Родственники жертв ужасающей атаки на золотодобытчиков в Буркина-Фасо ждут информации. Многие в отчаянии. Людям пока не позволяют опознать тела. «Мы хотим забрать тела наших родителей, чтобы достойно их похоронить. Больше ни о чём не просим». Нападение произошло на востоке страны в среду. Неизвестные атаковали колонну из пяти автобусов с военным эскортом, которая ехала на шахту. В автобусах были рабочие канадского золотодобывающего предприятия «Симофо». По ним открыли стрельбу. В результате не менее 38 человек погибли, более 60 получили ранения, ещё десятки пропали без вести. «Он был управляющим на шахте. Нам сообщили, что он погиб в автобусе. Но мы не видели его тело и нет никакой официальной информации. О том, что он остался в автобусе, нам рассказали его коллеги. Мы думаем, что он погиб, но хотим подтверждение. Потому что мы всё-таки в Африке. Здесь, если нет тела, то о смерти не говорят». «Я не видела мужа два дня. Сегодня приехала сюда забрать его тело. Мне не важно, что говорят министры. Это не воскресит мёртвых». Нападение произошло на границе провинции Гурма и Тапоа. Раненых доставили в несколько больниц. Власти обещают оплатить лечение. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии. «Брат рассказал мне, что пуля попала ему в ногу, и он упал на пол. Потом на него стали падать другие люди. Выстрелы продолжались. Тем, что он оказался под телами, Господь защитил его. Он получил две пули – в ногу и в стопу». Кто устроил засаду, пока неизвестно. На отдалённом севере и востоке Буркина-Фасо действуют исламистские террористические группировки. Президент страны в своём обращении к нации после атаки обвинил джихадистов и приказал силам безопасности нанимать добровольцев для защиты Родины.